Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео. Совсем недавно остановился 4 сезон. И в пуле Мифик Плюс появились различные подземелья, которые были в прошлых дополнениях. Например, Каражан, например, Мехагон, например, Депо и Доки. Я проходил эти подземелья ещё давно, и это прохождение Нижнего Каражана, оно вообще было в марте 2018 года. Модификаторы довольно-таки интересные, вы это сами видите. Кровавый, некротический и укреплённый. Что подразумевает то, что работа с трэшем будет просто сделана максимальной, как только возможно. Ранее я уже делал подобного плана видосик, и таким образом рассматривал некоторые легионские подземелья. По типу Квартал Звёзд. Опираясь на видосик, рассказывал абсолютно все механики мобов. Людям понравилось, и в целом я могу на текущий момент сделать то же самое по Каражану. Посещения были Каражана как в актуальное время, так и в текущем сезоне было уже сделано несколько посещений этого Каражана. Скажу так, то что он не оптимизирован, он не отбаланшен. Но не об этом суть видео, суть видео о механиках. Начнём же. По пути в оперный зал нас ждут небольшие пачки мобов. И там будет довольно-таки опасный моб под названием Бестелесный Филантроп. У этих филантропов имеется два заклинания довольно-таки опасных. Первый — это Деньги с Небес. Кастуемый, не кикаемый каст. Его можно сбить только каким-нибудь гриппом, контролем, по типу стана, дезориентацией. В общем, всё, что у вас есть в арсенале, всё можно использовать. А также бросок монетки. Бросок монетки ударяет по тому таргету, который находится ближе всего. И вы никак не отследите даже этот бросок монетки. На текущий момент он сносит где-то 1040. А это ещё не укреплённый просто-напросто ключ. На лайве, где мы ходим, 9.2.5 версия. Но компания Blizzard всё это увидела и сделала уже нерфы. Начиная с 10 августа, бросок монетки будет удалён из игры. Теперь этот трэш можно кайтить, вести прямо до оперы. И там всё спокойно заливать. Оперный зал. Можно разные тактики придумывать касательно красавицы и зверя. Но Коглстоун всегда будет последним. И мы это прекрасно знаем. Так как он защитован до того момента, пока мы не снесём 3 других объекта. Убивать первого Люминора. Убивать первую Метёлку. Убивать первую Мадам Чугунок. Выбор за вами. Но всё равно стоит рассмотреть абсолютно все касты каждого из этих мопцов. Люминор. Жаркое пламя. Он просто очень сильно захламляет нашу боевую платформу. Второе. Волна жара. Волна жара нужно сбивать. И сбивать ещё даже в момент на кастовке. Чем быстрее вы его собьёте, тем лучше. Мадам Чугунок. Холодный суп. Это каст, который летит таргет на человека. И если его не сбить, то на человеке будет дебаф. С этим дебафом можно пройтись аккуратно по жаркому пламени, которое остаётся от Люминора. И немножко очистить платформу. А также второе заклинание от Мадам Чугунок. Это объедки. Объедки. Войд зона зелёная вокруг Чугунка. Можно кикнуть. А можно и не кикать. Метёлка. Жёсткая уборка. Если она дойдёт до цели, то будет дезорент на 4 секунды. Так как я слишком быстро босса спулил в начале этого пула в этом видосике, поэтому я словил дезориентацию. Распаляющий жар – это ускорение у Метёлки. Если провести её через огонь, она будет ускорена на 250% своей скорости передвижения на 6 секунд. Это можно сдиспелить. Но, конечно, лучше вести её аккуратно. Четвёртый моб этого события – Коглстон. Как я уже говорил ранее, он защитован до того момента, пока не умрут другие 3 мобчика. Как только просыпается Коглстон, ему нужно сбивать звонок к обеду. И это должно делать два разных человека. У одного и того же человека кик коста просто не откатится. Хотя, может быть, шаман с этой задачей справится. Самый короткий кик в игре после КД 12 секунд. Будут периодически вылезать вилки. Вилки можно станеть, оглушать. И также они будут прыгать в ренджей. Просто нужно в этот момент прыжка выйти из крутящейся зоны. В целом, всё просто и босс убиваем. Рабочий и Дублёрша. Два типа мобов, находящихся за сценой. Первый тип мобов не особо опасен. А вот Дублёрша делает уже некоторые опасные касты. Это шокирующая поэзия, которая ауешит вокруг неё. Можно кикнуть каст. А также последний занавес периодически появляется. Тоже ауешка вокруг моба, появляющаяся уже при смерти. Из неё нужно и необходимо выйти. Периодически будут появляться столпы света. Находясь в них, игрок наносит на 50% больше физ. урона. Это довольно-таки полезно. Трэш под сценой. Самые опасные мобы это бэк-вокалистка. Из-за своего заклинания под названием Портал в огненные просторы. Его нужно сбивать. Мастанами, распределить кики, много их пулить. Не особо нужно, если бурстовки их либо нет. Вбиваем косты. Портал в огненные просторы, чтобы группа не получила большой по себе дэмэдж. И идём дальше. Гниющий билетёр имеет в своём арсенале неприятную способность под названием Фонарь. Если смотреть в лицо этому мобу в момент завершения заклинания Фонарь, то вы будете ослеплены на некоторое количество секунд. А также получите огромный по себе урон. Чтобы это приотвратить, можно развернуться спиной в момент завершения заклинания. Вы получите небольшой урон и при этом не будете ослеплены. А также имеется альтернативное исполнение этой механики. Можно просто лоснуть. То есть зайти за какую-нибудь стеночку, за какой-нибудь столбик. И таким образом вы не будете смотреть на моба и вообще даже не получите по себе урон. Поэтому желательно держать рядом с кем-нибудь столбиком этих мобцов. Небольшие тучки трэша. Сбиваем косты, чтобы мобы просто-напросто сошлись и не стояли далеко. Также деморализующий крик может быть у некоторых мобов. Его нужно сбивать, иначе наносимый урон наш игроков будет уменьшен на 20%. И оковы служения. Нужно пикать их. Либо с дисплейлить, если все-таки моб скастовал оковы. Трэш до девы. Пикаем абсолютно все, что видим. Дисплейлим абсолютно все, что видим. И уклоняемся от сокрушения щитом. Также эти мобы нежить, и я взял себе одного под контроль. Чтобы он делал короткие маст-станы по мобчикам с целью прерывания костов. Это довольно-таки полезно, играя на ДК за контролью себе какого-нибудь моба, который помогает нам. Благочестивая дева. Босс, который является камнем преткновения для многих групп на тираническом модификаторе. Священная молния. Мели держат спред. 6 метров друг от друга будет вполне достаточно. Можно заранее встать с самого начала боя, разрозненно друг от друга. Шок небес. Каст, который идет в танка, его можно сбить. Также войны танки могут его рефлектнуть, то есть отразить. Священная земля. Дебаф, который вешается в какой-либо таргет, в какого-либо игрока. И этому игроку нужно выйти на краешек. С целью того, чтобы разлить эту войд-зону. Она со временем будет расти, поэтому делать это в центре ни к чему абсолютно. Войд-зона растет, группы потихоньку двигаются. Босс тоже двигается и потихоньку сдвигается поближе к краешку. Всеобщее покаяние. Перед тем, как босс успешно прокастует всеобщее покаяние, группе нужно зайти в эту войд-зону, в священную землю, которая была разлита ранее. С целью того, чтобы получить урон и получить на себе дебаф. Этот дебаф выбьет нас из контроля, так как дебаф тикает по нам. И чтобы выйти из паралича, нужно получить урон. Но, можно и не войти в это всеобщее покаяние. Например, зеленка УДК. Например, какой-нибудь имун. После того, как босс кастует всеобщее покаяние, на боссе появляется щиток, который нужно пробить за определенное время. Чем выше уровень ключа, тем выше прочность этого щита. Поэтому, либо таймим бурсты, либо даем геру. Думаем, как пробивать какие-либо щитки. Об этом реально стоит думать на высоких терранических ключах. Платформа у Мороуза. Имеются гуманоиды рядом со столами, а также волшебные стражи. Элементали. Они стелят войд-зону на землю, из нее нужно выйти. А также на двух людях периодически будут появляться дебафы, которые тикают 4 секунды и взрываются по завершению дебафа. Кругами просто-напросто нужно выйти. Далеко выйти. Конюшня. Платформа перед Логчим Атуменом. Имеются коняшки, у которых есть каст рывок. Рывок направляется в танк. Он обозначен фиолетовой линией. И с фиолетовой линией, конечно, нужно уходить. Также рывки идут в танка. Поэтому танк может встать в какую-нибудь стеночку, чтобы кони особо далеко не летали. Каст. Поступь. Застаптывающая ее нужно кикать. Иначе это АОЕ по группе. Пройдя немножко направо, нас будет ждать дружественный моб, у которого можно подчиниться, если мы вдруг уже успели навайпаться. А также два типа вражеских мобов. Работник и подмастерье. Периодически будут на игроков вешаться красные круги. С этими красными кругами нужно выйти подальше. И в тот момент, когда этот круг взрывается, игрок, а также все находящиеся в этом кругу люди, получают дэмэдж. Пройдя по часовой стрелке от входа, то есть налево от того, как мы пришли, появляется новый тип мобов. Это смотрительница стоил. Сцелительное прикосновение нужно сбивать. Иначе оно исцелит. Это ясно из названия. Атумен и его конь полночь. Которую в виде маунта можно получить при прохождении даже мифик плюса, что довольно-таки полезно для фарма. Но речь, конечно же, о тактике. Атумен, сидящий на полночь, будет вешать на всю группу дебаф. И этот дебаф нужно диспелить правильно. Правильный диспел – это диспел того человека, у которого появляется призрачная моделька над ним. Это нужно увидеть, это нужно сказать хилу. И только после этого хил дает диспел именно по правильному человеку. Если дать хил рандомно, то группа взорвется. Нанесется большой-большой дэмэдж по всем участникам группы. Поэтому нужно диспелить аккуратно. Периодически будут появляться призрачные коняшки, от которых нужно уклоняться. Также сама по себе полностью в тот момент, когда Атумен с нее слез. Летает по форме, делает конусы огненные. Из огненных конусов само собой нужно выходить. Периодически у нее будет могучий топот. И могучий топот нужно либо жить под сейвами, либо лоснуть. Подвести босса нужно аккуратно к какой-нибудь стеночке, чтобы у дд было время зайти за эту стенку. Сам по себе Атумен в тот момент, когда слез с полночи, делает косты в танка. Это смертельный удар, конус, который режет до 50% максимального отбаса здоровья всех, кто попадет в этот клиф, а также разделенные муки. Эти разделенные муки можно прокайтить танку, но босс, конечно, будет лететь за танком в этот момент и, возможно, зацепит коунь зазевавшегося дамагера. Либо разделенные муки можно поделить. Например, танк плюс контимунер, или танк плюс группа под какими-нибудь сейвами. Это все на ваше рассмотрение. Как тут хотите, так и действуйте. Вариантов масса. Трэш между Атуменом и Мороузом. Большущая комнатка. Имеется призрачный эконом и призрачный смотритель. Призрачному эконому нужно кикать клятву верности. Если он ее успешно скастует, то какой-то игрок уйдет в контроль на 10 секунд. Это неприятно. Далее, призрачный смотритель. Этому призрачному смотрителю нужно сбивать заклинания под названием «Тиневое омоложение». Мороуз, и он не один, с четырьмя мобцами, которых нужно проконтролить. Пулить Мороуза вместе с этими четырьмя мобцами – самоубийство. Для этого имеются ловушки. Мы контролим мобов, чтобы они немножко повисели неактивны. Ловушки, само собой, нужно брать. Также можно пользоваться, например, контролями от игроков. Например, замораживающая ловушка у охотников. Но если мы рассмотрим ловушки, которые находятся в подземелье, с помощью которых мы можем проконтролить мобов, то две ловушки лежат в комнате с Мороузом. Еще две ловушки лежат в большой комнате между Мороузом и Атуменом, которая была рассмотрена на видосике. А также слева на кухне, как идти от Мороуза, тоже имеются ловушки. То есть можно полностью обмазаться этими ловушками и не используя способности от игроков проконтролить мобов на Мороузе. Теперь рассмотрим, что делает каждый моб. Порядок, само собой, вы выбираете сами. Лорд делает клиф, от клива нужно отходить. Вы видите его на видосике, и он довольно-таки тусклый. На текущий момент, в августе 2022 года, он виден более четче. Леди Кейра Берибак. Заклинание усиления оружия. Повышает скорость атаки Мороуза на 50% и наносимый урон на 50% в течение 10 секунд. Само собой, это заклинание нужно сбивать. Леди Катриона фон Инди. Кара, самый обычный спелл, а также исцеляющий поток. Но, что я не заметил его ни на видосике, ни на текущий момент в августе 2022 года. Но если он вдруг это появится, то его нужно просто-напросто прервать. Также, барон Раф Дрейгер чаржится к случайному игроку и кастует почти все время Железный Вихрь, который ауешет всех-всех-всех-всех. Два важных момента, связанных с этими гостями. Первый. Находясь рядом друг с другом, они усиливают друг друга. Быстрее кастуют с пылы. Также, при 60% хп Мороуза, он выводит из контроля абсолютно всех мопцов и законтролить их уже будет нельзя. Поэтому сильно босса бить нельзя. Сам по себе Мороуз раздевает танка и вешает гороту в случайных игроков. Ранее горота длилась бесконечно, а начиная с 10 августа 2022 года, горота будет длиться всего лишь одну минуту. И при этом прохождении мы зашли на кухню, потому что процентов не хватило, потому что танк считать не умеет до сотни. Тут мобы замедляют очень сильно и было довольно-таки неприятно их кайтить при некротическом модификаторе. Я не думаю, что на текущий момент вам нужно будет вообще ходить на кухню, так как процентов треша хватает с натрезимами и другими мопцами. Также можно из комнаток при подходе к деве подпулить мобов, там еще и натрезимы имеются в ближайшей комнатке у девы. В целом процентов реально, я думаю, хватит за глаза, прям. Я уверен в этом на 100%. Уверен? Суть этого видосика вам понравилась, вы подчеркнули для себя что-то интересное и узнали для себя что-то новое. Как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого! Могло быть чистое прохождение, но танк опять даун, как всегда, все заруинил. Я что-то думал, что мы это, топовые, но потом понял то, что я в группе есть и как-то все. Субтитры сделал DimaTorzok